Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Сергей Трейсер Everyday, хотя в последнее время что-то вообще не фига не everyday и даже не каждый год. Короче, ну как видите, я вспомнил пароль от своего второго YouTube канала и сегодня будет такой влог. Решил, в принципе, ну что реально каналу простаивать, много чего в жизни происходит. Конечно же, не всем хочется делиться, много чего в жизни поменялось, знаете, там, ну и ребенок появился, там какие-то, знаете, семейные хобота, там бытовуха, там ремонт в квартире, туда-сюда. Короче, всем делиться не буду, но постараюсь время от времени начать снимать влоги. В общем, очень такой интересный момент сейчас в жизни происходит. Я купил себе недавно мотоцикл, там, для одного проекта, но это был питбайк. Я, в принципе, на нем покатался пару месяцев и мне на нем стало немножко маловато кататься. Кстати, я не знаю, почему-то так малость волнуюсь, как будто, знаете, я вот это время, что не снимал влоги, я вообще как будто ничего не снимал, как будто камеры стесняюсь немножко. В общем, купил я вчера себе новый байк и сейчас, в принципе, будем его собирать. Сейчас я соберу байк, в этом ролике я вам покажу, там, как на нем где-то полетаю. Это эндуромоток, там, короче, недавно на основном канале у меня вышел крыласный ролик, в котором я, ну, на дальняк, короче, через болота поехал. Можете там где-то найти его, посмотреть. А сейчас я нахожусь на такой эндуробазе в Житомире. Сейчас вас познакомлю с самым главным эндуристом Поворода Житомира. Где этот главный эндурист у нас? Вот, смотрите, это Дмитро, короче. День добрый. Да, короче, Димон у нас тут самый главный эндурист Житомира. Смотрите, сколько у него мотоциклов есть разных. В общем, он мне сегодня будет помогать собирать мотик. Вот он стоит, кстати, еще в коробке, видите, такой специально не обдирал. Хотя очень хотелось обдиреть вот это все, посмотреть, но решил запечатлеть это все на камеру дело. Так, в общем, ну что, приступаем сейчас к сборке. И, надеюсь, в этом же ролике мы уже на нем сможем немножко погонять. Немного, немало времени. Сейчас байк, смотрите, в таком состоянии. Мы вроде как должны собирать его, но по факту мы его только разбираем. Димон, можешь два слова нам сказать, почему, ну, моим зрителям, почему мы его разбираем? Да, много уважаемые азиатские друзья немножко ленятся промазывать это все дело. К сожалению, оно приходит к нам все сухое. И обычный обыватель приходит в магазин покупать китайский мотоцикл. Просто тупо выезжает на нем. Он у него рассыпается. Все херят эту технику. И забываешь, что такое дура. Что мы делаем? Мы делаем, ну, скажем, по феншу. Хочу тебя перебить, смотрите, все очки, все подшипники, ребята. Все было сухое, мы тут уже немножко промазали. Все сухое, все не притертое. Что мы делаем? Мы изначально его разбираем полностью в раму. Полностью все выковыриваем, выковыриваем все подшипнички. Все перемазываем, пропитываем фильтра. И процесс обратной сборки. Наступил, ребята, уже следующий день. Моток, в принципе, дособран. Я не помню, или снимал первый запуск. Но он уже по территории немножко обкатался. Уже, смотрите, поставили сразу же новую резину. На той резине даже он не заводился. И смотрите, финальная точка, как бы, до собирания китайской техники. Это вот, ну, сейчас Дима покажет. Всегда все должно проходить через булгарку. То есть, ну... Просто поставили другую резину, и она немножко с этим щитком не хочет дружить. Поэтому, ну, пришлось чуть-чуть подрезать щиток. Потому что, когда нагружается вилка, получается, колесо терло общий ток. И, в принципе, сантиметров 10, наверное, отрезано. Это уже за второй заход. Это еще не конец. Отрезалось. И, наверное, еще раз сейчас придется отрезать. В общем, ребята, моток собран. Вот он. Я уже переоделся. Сейчас поеду испытывать его. Я надеюсь, Димон классно его собрал. Не, на самом деле, это он шутит. Я ему доверяю. Смотрите, вот сколько у Димона мотоков. И он все их собирал. Вот тут, смотрите. Вот тут. И все он как бы пособирал. Я думаю, что там еще стоят. Что все будет нормально. Слышишь, Димон? Зачем тебе столько мотоков много? Коллекционирую китайскую технику. А серьезно, если? Не, а если серьезно, как бы, такая маленькая школа. Эндуро. С возможностью и потренироваться, прийти. И просто прокаты обычные. Вот я, кстати, с Димоном именно так познакомился. Я хотел пит себе купить. И вот решил просто взять на прокат пит с инструктором сразу же, чтобы понять, нужно ли оно мне или нет. И вот так мы с Димоном познакомились. Сейчас, в общем, поедем немножко покатаемся. Жалко, что ты с нами, короче, еще не поедешь. Он сейчас будет там. Ну, в следующий раз. Да, в следующий раз. А мы сейчас, короче, с Сашкой Гочем покатаемся немножко. Сильно наваливать не будем, потому что все-таки обкатка. Это мой напарник сегодня. Мы с ним будем кататься. Это Саня Гоч. Саня Гоч, сделаем вид, что мы с тобой еще не виделись. Привет. Его моток я себе, кстати, хотел точно такой же брать. Но было принято решение купить именно такой. В общем, что, Саня, ты готов? Да. Выезжаем. Только сильно там не вали, потому что у меня все-таки обкатка. Надо немножко бережно отнестись к этому процессу. Погнали. Подъехали уже к локации. В общем, вот это Яр. Здесь мы часто катаемся. Здесь Димон водит свои прокаты. Здесь, в принципе, знаете, есть куча интересных мест. Как новичкам, так, в принципе, и уже опытным эндуристам, можно сказать. Еще здесь у нас есть эндуропарк. Я сейчас туда приеду, мы вам его покажем. Там, в принципе, Димон построил очень крутой парк. Все, ребята, приехали в эндуропарк. В общем... Опа. Как раз рассказываю, что мы приехали в эндуропарк. Здесь, по идее, совсем недавно должны были быть соревнования. Но так как у нас в Житомирской области был карантин, соревнования не удалось провести. Но эндуропарк остался, и здесь, в принципе, можно круто развлекаться. В общем, я большую часть всех вот этих препятствий на питбайке проезжал. Ну, кроме красных, потому что то для медиума, на больших мотоциклах. Сегодня я не думаю, что в видосе я буду что-то тут проезжать, потому что не хочется можно силовать. Все-таки обкатка. И к нему я более бережно буду относиться, чем к питбайку. Потому что питбайк это все-таки такой для одноразового проекта покупался мотоцикл. Ну, как бы все равно. Какое-то время я на нем покатался. Он не такую хорошую обкатку прошел, но в достаточно неплохом состоянии оказался. Так. Ну что, давайте сейчас медленно проедемся по эндуропарку. Я вам покажу препятствия. В общем, здесь закопали вот такие катушки. Он, Саня, только что почти проехал ее. Дальше ты съезжаешь с катушки. И давайте сейчас покажу. Выезжаешь сюда по вот этим трапикам. Спрыгиваешь. Подъезжаешь к такой адской качеле. Проезжаешь вот эту адскую качель. Съезжаешь сюда. Ну, и как бы все такое. На питбайке я всю вот эту полосу препятствий проходил. Сейчас, если у меня там остались кадры какие-то, я вам покажу. Ну, а вот как бы часть эндуропарка для типа медиумов. Это уже такие, знаете, более прошаренные ездуны здесь должны были ездить. Такое бревно. Я, конечно, такое бревно, наверное, еще не скоро буду перепрыгивать. Ну, здесь, в принципе, на питбайке можно было тоже проехать. Но я, короче, побоялся. Потому что вот, смотрите, шашлык такой закопали. Это тоже, конечно же, для медиумов. Но я, короче, на питбайке через руль пошел на нем. Я как бы пошел через руль, и чтобы, ну, головой вниз не приземлиться, я пошел типа в кувырок через плечо, но как-то неудачно. И немножко вывихнул ключицу. Она, то есть, вышла с сустава, потом встала на место. Все как бы зашибись, там ремьер сделали. Но связки немножко до сих пор болят. Поэтому я что-то на трассу медиум побаиваюсь соваться. В общем, сегодня у нас такая легкая будет покатушка по лесу. Вон, Саня, смотрите. На катушку сейчас поедет. Я надеюсь, вам видно будет. А, нет, он мимо проехал. Короче, у нас сегодня просто будет покатушка по лесу. Я очень рад, ребята, что есть как бы где кататься. Потому что многие помнят, наверное, что в 17-м году я купил себе, как мне казалось, эндуро-мотоцикл. И я, знаете, что вот заехал в лес один раз, не понял, что там делать нужно. Ну и как бы все, на эндуро-мотоцикле. Ну, типа эндуро-мотоцикле по городу ездил. До тех пор, пока меня не сбила машина. А вот сейчас круто, что у нас такая движуха в Житомире развивается. Купил мод, есть с кем кататься. Есть люди, которые тебе что-то покажут. Не умеешь ездить, там вообще пришел к Димону, он тебя там взял на прокат у него какую-то технику, он тебя и научил, и показал, и есть где кататься. Короче, если ребята выйдут там с Житомира, или рядом хотите приехать, то приезжайте, ссылку на инстаграм Димона я оставлю в описании. Можете у него брать технику на прокат, можете с ним кататься, можете, короче, что хотите, то делайте. А мы, короче, сейчас с Саней немножко покатаемся по лесу. Сильно жестить не будем, потому что жалко пока что Моток. Сейчас часиков пять покатаемся на нем, и надо будет слить масло, обслужить вилку, задний аморт, и тогда уже можно, в принципе, наверное, будет наваливать. Забыл, ребята, перчатки на базе одеть, но, в принципе, они мне сегодня супер не нужны будут, потому что мы жестить не будем. Я вообще не очень люблю перчатки, но, когда по лесу катаешься, в перчатках все-таки намного удобнее, потому что ветки бьют по пальцам, и это неудобно. Вот сейчас, кстати, будем подъезжать в место. Если вы видели на основном канале, у меня был видос, путешествие на битбайке, то точка старта у меня была вот здесь. Вот, прям с этого места я стартовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, перчатки! Вот в таких ситуациях, ребята, нужны перчатки. Смотрите, кровь уже. Все. Больше в такие кусты без перчаток не поеду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, ребята, у меня сдох аккумулятор. Ну, для китайских мотоциклов это нормально. У меня, кстати, в первом мотоцикле такая же проблема была. И хорошо, что я недалеко от базы был. Пришлось толкать в руках. Потом через полчаса притолкал своему отцу Аня. А у тебя что случилось? Закончился бензин. Ну, бывает, в принципе. Короче, хорошо, что у меня есть второй мотоцикл. Это питбайк. Кстати, в нем родной тоже китайский аккумулятор. И с ним, в принципе, ну, как бы проблем никаких не было. Может, там для запуска меньше нагрузка нужна? Не знаю. Ну, короче, сейчас подкинем с пита на большой мод уже аккум. И посмотрим, что с этого получится. Так, вот стоит моя халепа с вившим аккумом. А вот мой пит. Кстати, смотрите, что случилось с питом. Вырвало крепление. Там два вырвало крепления. Не буду сильно камеру туда заворачивать. Видимо, когда я вот это в Таракановский форт ездил, если, кстати, не смотрели, ребята, видео, посмотрите на основном канале. Я на вот этом питбайке, ну, не 300, там дорога 300 была, но я где-то 220-240 проехал. Короче, видимо, где-то в болоте два болта открутилось, и оно держалось на двух болтах. Я тут по территории, ну, не знаю, метров 100 проехал, может, и видите, что произошло. Короче, сейчас с теганой счастья достаем аккум. Где он там? Да, седло придется скидывать. И перебрасываем туда его. И продолжаем покатушку. Итак, достал я аккум. Он какой-то немножко влажный и горячий. Как по мне, его немножко раздуло. Есть вероятность, что он коротнул. Ну, ничего. Давайте сейчас спидбайка возьмем. Аккум, блин, видишь, он по размеру немножко другой. Но я думаю, что подойдет. И там, и там 12 вольт. В случае чего, в принципе, есть кикстартер. Поэтому не пропадем. Ну что, сейчас подкидываем этот аккум туда. И поехали. Поменяли аккум. Вроде все работает. Сделали тестовый выезд. Где-то часик покатались. Я тем временем заряжал камеру. Потому что вот пока мы с Саней катались, она села. И сейчас мы втроем отправляемся уже в такое, ну, самую малость дальнее путешествие. Сколько километров нам до нашей точки? Ну, километров 30. Обхатку пройдем. А куда мы вообще едем? Куда? Ну, я понял. Ладно, на самом деле, ребят, мы едем в интересное место. Какое, вы потом увидите. Ну, а мы погнали. КОНЕЦ КОНЕЦ Ух ты, ребята, посмотрите, на какой мы перьер приехали. Сейчас я надеюсь, нам никто не помешает спуститься в самый низ. Надеюсь, нам никто не помешает спуститься в самый низ. Хотя кто нас догонит, ребята? Хорошо, будем все. Я еще внутри, кстати, работающего карьера никогда не был. Сейчас, наверное, какой-то Петрович выйдет и скажет, что вы тут забыли? А ну, давай, идите вы сюда. КОНЕЦ 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 Как в GTA San Andreas миссия была, помнишь? Слушай, а там техника даже работает. Мы так дрчали, я не заметил. А что, что-то говорили нам, да? НЕ. А ты, если бы увидел на таких мотиках чуваков, что бы ты им сказал бы? НЕ ЧЕ? Сказал бы классно, пацаны. Ага, НЕ, 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 НЕ. Я за вами все равно хрен поеду. Ты бы уже здесь стал бы старым ворчащим дедом и вот это. Это видно было, но было очень угарно. Мы тулим где-то, ну, может 90, может максимум 100. Я смотрю, Саня едет впереди, у него вот это крыло просто вот так от потока ветра отрывает в сторону. Я думал, он сейчас в меня прилетит. Но китайская техника и стяжки это, в принципе, как бы одно целое. Все, видите, в полевых условиях все поремонтировали. И? И еще походы. Атмосферное место. На видео вообще, наверное, будет не то. Я сверху когда-то наблюдал, вот там стоял. И, ну, выглядело эффектно. Но когда внутрь спускаешься, вот вроде кажется, что вот он рядом, но нифига, он далеко. И это все такое масштабное. Экскаватор там так вообще эффектно копает. Короче, как маленький ребенок на эмоциях. Все, ждем Саню, короче. И дальше, куда мы едем? На песочный карьер заедем. На песочный карьер. Что там тоже что-то интересное будет? Ну, мы что-то придумаем. Мы всегда себе найдем забаву. Помочь? Ух ты. Я, короче, ребята, не знаю, попало ли это фееричное падение в камеру. Это отвалило вал. Все, давайте мне ключ на 8. Ключ на 8. Видите, какие мы автономные. У нас все с собой есть. Что я говорил, помнишь? Здорово. Вал 100 гривен. Замена масла и лапка 200 рублей. Что я все сделаю? Ну, это все, да? Это уже, я нормально не доеду. Сейчас что-то придумаем. Как-то разлеживаться. Да я слишком в бок заходил. Да я, говорит, да. Слишком на месте развернуться хотел. Да, как-то так. Слишком уверенно заходил в бок. Да я как-то вот, ну... Мне кажется, тупо я подъеду, у тебя ключица будет торчать. И ты такой, ну, я как-то... Что-то думал, там, лесовоз едет. О, надо бы, короче, с дороги убрать нашу технику. А то тут, короче, за щебенью уже возвращается КАМАЗ. То есть КРАЗ. Что там, сможем на месте починить? Да попробуем. Она просто отпала или там что-то сломалось? А, вал вот этот сломался. Нифига себе. Ну, в принципе, мне кажется, на тот потычок можно что-то нацепить будет, попробовать. Будем к уходить. Чё, Сашка, как ты так умудрился? Так, как-то так. Чтоб вы, ребята, понимали, я вот несколько месяцев не снимал по катушке. Вообще нормальное явление, ну, упал человек. Да, ну, упал. Сколько ты раз уже сегодня уже упал? Ну, раз на 8. Причём, что Саня, ну, достаточно классно катается, и вот 8 раз. Это норма. В карьере, ребята, настолько быстро вся работа идёт, что мы ещё не успели установить лапку, окрас. Смотрите, он уже, короче, обратно едет. Давай, я отпущу камеру, чтобы водила не видел и не смущался, что его кто-то снимает. Просто на груди, пока она, то немного беспалевно смотрится. Смотрите, полная машина щебня. И сейчас, по идее, ещё одна приедет. Вот как бы, ребята, не говнили китайскую технику, но если бы Саня разложился на какой-то Ямахе или КТМе, сколько бы эта поломка уже стоила ему? Не, ну, стала бы просто дороже, конечно. Ну, так 100 гривен где-то, да? Нет, где-то 200. 200, ну, а стало бы штуку. То есть для моих русских зрителей, ну, 50 долларов стало бы где-то. А так, вон, видите, 8 раз за день падает. И каждый раз что-то может сломаться. Поэтому китайская техника, это, ну, на самом деле, не так плохо. Ну, тем более, когда ты выбираешь, ну, купить, например, там, мотоцикл или сникерс, ну, идёшь, покупаешь мотоцикл. Сравнение такое сникерс и мотоцикл. Ну, обычно так оно и бывает. Ну, в принципе, да, средняя цена мотоцикла, короче, китайского, это как вот большой сникерс, вот этот с трёх кусочков в магазине. Ну, да. Ну, что, погнали, пацаны, на карьер, потому что сейчас будет темнеть. Так, думаешь, он разложится сейчас? 100%. Да? Да. Да. А вот и новая машина! Запрещаю здесь знак, кирпич. Я хочу как-то туда добраться. Я предлагаю, если сильно разогнаться, вот, в принципе, такой холмик есть. Можно, в принципе, и покупаться. Ну, да, в принципе, можно и покупаться. Короче, вы, пацаны, летели впереди. Я старался сзади держаться, чтобы кадр красивый был. И, короче, щебёнка вот эта, мне такой булыжник прям в грудочину прилетел. Хорошо, что черепаха одета. Я думал, что в камеру попало, но смотрю, вроде, линза целая. Сейчас будет суперовая, ребята, обкатка на таких. Я уже вижу какой там угол подъёма. Обкатка будет то, что надо. Я где-то даже слышал, вот, если жёстко обкатать, то потом на нём жёстко можно наваливать. Субтитры делал DimaTorzok У-ху-ху! У-ху! Блин, подъёмный, на самом деле, ребята, лёгкий. Даже на пяти... Мне кажется, я бы даже на пяти его вылетел бы. Ну, что-то пошло не так. В очках просто темно, понимаешь? Саня, ты меня, походу, напугал. Сука! Ты, кстати, под предыдущий большой подъём так круто выпрыгнул. Да, я сам. Я чуть не развалился. Свои силы. Давайте, наверное, спускай его. Это будет будучи. Не-не, это сейчас пункты вообще. Сейчас тебе скажут. А мне, кстати, уже говорили в предыдущем видосе на основном канале, мне говорили, плохая примета, не ложи шлем. Короче, ребята, я, ну, не могу сказать, что много, но целый год откатал в городе и верил в эту примету и шлем не ложил. И по итогу у меня сбила машина. Ну, как бы моей вины там столько же, как и вины автомобилиста, но тем не менее, примета, короче, не работает. Поэтому можно кидать шлема. Ой, так по лоховски упал, короче. Ну, так больно. Вот тяжёлый, конечно, на ногу упал. Ну, ничего, зато я спустился. Ох, бляха. Там, с этим страдать надо больше, чем спидбайком. Так, ну что, ребята, попытка номер два. Зря я, конечно, остановился. С лёгенького разгончика было проще, хотя горка вроде невысокая. Матаны вон уже стоят, угорают, как я сейчас страдать буду. А мы погнали. Да. Вот так, как только что мотор работал, вот это самое то, что для обкатки нужно, мне кажется. Ты такой, что, на первой? На первой. На пускай, давай, на второй. Ну чё ты как лох? А чё, на второй надо? Да, со стороны не очень. Просто я по привычке, я по привычке просто знаю, что на пяти, на второй бы я не выехал. Я просто ещё, видишь, не прикатался. Насколько я понимаю, мы едем на более жёсткие подъёмы. И надо уже будет с разгона, короче, вылетать, а не вот так на первой выползать. Ого. 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 Чуть-чуть не доехал. Надо было степой доработать. полочку облезать и хорошенько открыть. Давай, пошёл, пошёл, пошёл! Ты видел этот поджопник? Да. Я думаю, ты через руль пойдёшь. Я сделал это, сука. Ты поджопник получил. Слышишь, а можешь мне помочь вытянуть? Что ты говоришь? Можешь мне помочь вытянуть или лучше не вытягивать? Можешь мне помочь? Бля, я сам не выеду просто. Да, да, сука, ещё назад вылетел. Я мечтал, по-моему, в планке вылетел. Только в такой планке? Видел какая? В такой планке сейчас получает такую катаблику. Ху-ху! Так, насколько я понимаю, мне надо будет с разгона лучше. Потому что сейчас зароюсь. Кстати, у Сани очень сжипованная резина, но я вижу, что это слик уже спортивный такой. Так. Ну что, я откатываюсь назад. И сейчас посмотрим, как я на своей модной резине смогу проехать. Да, всё-таки, ребята, резина висает. Да, всё-таки, ребята, резина висает. Уху! вот видите ребята просто сейчас земля сырая здесь и грунт очень мягкий не больно как ему может быть больно плохо с цепой работал 8 5 разложил вообще с такой знаешь наш талисман что там как он вылетит сейчас я успею на подножку поставить и снять это сблизи молодец изи посмотрите кстати ребят ну сколько меньше трех часов на сегодня на нем катаюсь можно сказать новый из коробки вот вот это кстати даже мы отрезали ребята и как бы эволюционировал получается и чтоб обдув лучше был вот это шикарно короче это карьер ничего погнали уху Субтитры делал DimaTorzok Здесь в подъеме у тебя уже появляется... Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok мотобазы самое главное я считаю это то что мы едем едем и мы обязательно куда-то приедем а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Движ Париж. Короче, приезжайте к нам. Ссылочку на инстаграм Димона я оставлю в описании. Димон вас научит ездить. Научит даже круче, чем он сам летает. И, в принципе, даст вам в аренду технику. И, короче, вообще... Может быть, мы даже вместе повезет покатаем. Я тут часто тоже катаю. Короче, все. Надеюсь, на втором канале будут видосы чаще. Пишите в комменты, понравился, не понравился видос. В следующий раз, я думаю, мы придем вместе с Олей сюда покатаемся. Отремонтируем питбайк. И она будет, короче, на питбайке наваливать. А я буду дообкатывать мотоцикл. В общем, пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока-пока.